Всем доброго дня! Это чудо растения называется желтушник. Желтушников вообще в природе очень много, но лекарственными из них являются всего два. Это желтушник левкойный и желтушник серый. В данном случае это желтушник левкойный. Давайте соберем немного этой чудо травы, посушим и приготовим из нее порошок. Порошок из желтушника является очень ценным лекарством для лечения многих заболеваний и проблем у человека. Многие боятся применять это растение для оздоровления и лечения своего организма из-за его мега горького вкуса. А зря! Я бы это растение включил в первую десятку золотых трав народной медицины. Так выглядит желтушник высушенный в тени при температуре 40 градусов. Высушенный желтушник нужно измельчить в порошок, но весь желтушник сразу измельчать не следует. Почему? Потому что при хранении порошок довольно быстро потеряет все свои свойства. Поэтому будем измельчать то количество желтушника, которое требуется на месяц лечения. Но с учетом потерь при измельчении это примерно 15 грамм. Действующее начало желтушника содержится во всех частях этого растения. То есть в стеблях, в листочках, цветочках, в стручках и в семенах. Теперь о том, как измельчить. На первый взгляд самый простой вариант это ступка. Но если у вас собраны только одни листочки и цветочки, тогда да, ступка легко их превращает в муку. Но большая часть по весу в сухой траве желтушника составляют его стебли. А стебли ступка не может измельчить муку. Получаются такие волокна, которые раздавленные, расплющенные, но никак даже отдаленно не напоминают порошок. Поэтому ступка отпадает. Пробовал я измельчать желтушник в кофемолке центробежного типа. Возможно, у меня такая кофемолка, не знаю. Но результат был тоже не очень хороший. Слишком много крупной фракции. После этих неудачных экспериментов, так сказать, проб и ошибок, я остановился на двухэтапной схеме измельчения сухой травы желтушника. Первый этап производится с помощью ручной мясорубки. Вот она хоть и старенькая, но работает прекрасно. Получается крупная фракция. Затем эту крупную фракцию измельчаем вот в такой конической мельнице. Можно использовать ручную кофемолку. Она тоже будет работать отлично. И как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Давайте посмотрим, как происходит этот процесс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Пожалуй, все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вся фракция прошла через жернова конической мельницы. И у нас вот получился вот такой порошок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что делать с порошком желтушника дальше? Практически во всех рецептах, которых он применяется, рецептов очень много, подробно они будут описаны в закрепленном комментарии к этому ролику. Так вот, практически во всех рецептах применяется такая доза, которая составляет 0,1 грамма на прием. А всего за день такую дозу принимают три раза. То есть, всего получается, на день нужно 0,3 грамма порошка травы желтушника. Что может произойти, если эту дозировку не соблюдать? Если будет меньше 0,1 грамма на прием, тогда эффективность лечения будет снижена, и снижена очень сильно. Ну а если эта дозировка будет превышать 0,1 грамма, то возможны сердечные проблемы. Дело в том, что гликозиды, которые содержатся в желтушнике, замедляют сердечный ритм. Когда принимается желтушник в норме, то это нормально. Частота сердечных сокращений уменьшается, но зато увеличивается их мощность. То есть, сердце работает с небольшим, так сказать, отдыхом, и в то же время обеспечивает нормальный кровоток. Когда сердце отдыхает, то сердечная мышца восстанавливается. Поэтому, как я уже сказал, с одной стороны это хорошо. Но если будет дозировка превышена, то есть больше 0,1 грамма, то сердечный ритм начнет очень сильно замедляться. Ну и если, конечно, принять критическую дозу, то сердце просто может остановиться. Поэтому вот эта 0,1 грамма должна быть более-менее точно выверена. Вот на таких торговых весах вес 0,1 грамма взвесить точно не получится. Дело в том, что, во-первых, у них шаг 2 грамма, а более-менее точно они начинают работать, если вес от 10 грамм. Ну вот я возьму гильку 10 грамм, проверим. Показывают 10 грамм. А теперь беру гильку 2 грамма. А весы молчат. То есть 2 грамм даже не хватает веса для того, чтобы они, как говорится, его определили. Поэтому такие весы точно нам не подходят. Вот эти домашние кухонные весы тоже не смогут взвесить 0,1 грамма продукта. Но они более точные. И шаг у них 1 грамм. Ну давайте проверим. Беру вот гильку 10 грамм. 10. Беру гильку 2 грамма. 12. Ну и ставлю еще гильку 1 грамм. 13. То есть показывают точный вес. То есть получается, с помощью вот этих весов мы можем взвесить 13 грамм порошка желтушника, а затем методом квартования, то есть деления каждой кучки пополам, каждой последующей кучки пополам, добиться и увидеть дозу 0,1 грамма. Ее потом нужно будет запомнить и в дальнейшем принимать порошок именно такого объема. Посмотрите, пожалуйста, таблицу. В этой таблице каждое последующее действие деления уменьшает предыдущее число в два раза. Таким образом мы доходим до числа 0,1. А теперь переходим от теории к практике. Выставляем 0 на весах и отмеряем 13 грамм порошка травы желтушника. Добавляем 10 грамм порошка травы желтушника. образом порошок нужно высыпать на ровную поверхность слегка подравниваем границы кучки и стараясь не нарушить симметрию делим эту кучку пополам 7 раз и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok И вот этот объем последней кучки порошка желтушника соответствует весу 0,1 грамма. Это и есть разовая доза. Ее нужно запомнить, можно сфотографировать, можно переложить в чайную ложку. Короче говоря, точно такой объем нужно брать в последующих случаях при приеме этого препарата. Кстати, во многих печатных изданиях, в том числе даже в книгах, рекомендуют эту дозировку определять следующим образом. Нужно взять порошок на кончике ножа. Но ведь ножи бывают самые разные. То есть может быть такой нож, а может быть вот такой нож. И кончики у них тоже разные. Поэтому как бы не очень это точная формулировочка по приемке данного препарата. А теперь о том, как принять внутрь вот эту 1,1 грамма порошка желтушника. Я по крайней мере знаю 4 способа. И вот сейчас я расскажу. Если вы не боитесь горького вкуса, тогда вот этот способ для вас. Вот эту дозу нужно переложить на чайную ложку. А затем аккуратненько на кончик языка смочить слюной и проглотить. Это нужно делать перед приемом пищи 3 раза в день. Второй способ. Обозначенную дозу взять ложкой, поместить в стакан с водой. Воды 50 мл. И размешать. После этого залпом выпить. Сделать это нужно за 20-30 минут до еды. Способ номер 3. Я его делал, но он мне не очень понравился. Слишком много возни. Итак, из мягкого хлеба, неважно какой, белый или черный, берем круглый мякиш, раскатываем его в лепешечку. Дальше кладем туда порошок желтушника, как начинку для пирожков. В общем, прячем внутри этот порошок. Затем скатываем шарик. И вот этот шарик нужно проглотить, как большую таблетку в виде дрожжи. Ну, короче говоря, приемлемый способ, но слишком много возни, еще раз повторюсь. Я его не стал применять. И последний, четвертый способ. Он самый оптимальный. Нужны желатиновые капсулы. Можно приобрести пустые, можно купить какие-нибудь дешевые БАДы, высыпать содержимое и наполнить желтушником, то есть порошком желтушника. Вот как раз подходит эта доза 0,1 грамма в одну капсулу. Очень удобный способ, без всяких ощущений горького вкуса. И лекарство отлично доставляется в желудочно-кишечный тракт. И последнее. Порошок травы желтушника лучше всего хранить в стеклянной банке под плотной крышкой. Можно поставить в холодильник. Таким образом, можно продлить срок годности этого порошка от 6 месяцев до 1 года. Единственное условие. После того, как порошок будет извлечен из холодильника, необходимо дать банке и ее содержимому прогреться при комнатной температуре в течение 4-6 часов. В противном случае, при открывании крышки, в банку попадет теплый воздух, начнется конденсация влаги. А так как порошок гигроскопичен, то он эту влагу впитает в себя и быстро придет в негодность. Пожалуй, все. Всем удачи, стройной фигуры, здорового сердца и никакого диабета. До свидания.